Всем привет! С вами Алиска на Бередлаб. Работаем с картами, смотрим с погодой на ближайшие дни. И делаю вывод о катаклизмах. Но перед тем, как мы перейдем к картам, я хочу вам показать, что сейчас происходит в Альпах. Вы видите, сколько снега. Если вы думаете, что это какая-то безумная высота, нет. Это высота от полутора до двух километров. Вот эта точка, где находится камера, это 2-300 над уровнем моря. К чему это? Потому что вся эта территория уже сейчас в норме. В конце мая должна быть пастбищами. Как раз обычно сюда в конце мая праздник выгона скота, крупного рогатого скота. Но видно, что по уровню снега, по наличию снега на крышах, вы видите? То есть дома не каждую зиму такая погода бывает. В общем, обратите, светит солнце, мы видим тень. Если вы обратите внимание, какое солнце, то есть под каким углом, то есть она максимально сейчас практически поднята. И вот такие зимние пейзажи. И судя по всему, здесь как минимум полметра снега. Видите, как все засыпано, подсыпано. Даже чуть ли не внутри домика насыпано. То коровкам в этом году до пастбищ как-то добираться будет очень и очень непросто. Так что такие вот у нас новости. Ну а мы давайте переходим теперь к разбору того, что происходит на картах. В Европе мы видим изменения, колоссальные изменения произошли, потому что наконец-то вот этот вот циклон из Италии переходит на Балканы, переходит он сюда вот в Мраморное море. Сейчас портит погоду на западе Турции. Но по крайней мере сдвигается с западного средиземного моря, хотя там видно, что еще продолжаются дождики. И там, кстати, не просто так все. То есть все закончилось там трагедией. Смотрите, в Эмилии Романе, это север Италии, пять человек погибло пока что. Там есть еще неподтвержденные случаи, это только подтвержденные. И пять тысяч человек пришлось его погружить. Представляете? И если бы видели, множественные оползни. Причем там оползни сносят автодороги. Кошмар. И вот такая вот непогода. Ну и, соответственно, контрасты тоже там колоссальные. Так, на севере тоже изменения у нас. Здесь циклон, который был в Скандинавии, сдвигается в сторону Кольского полуострова. Вот проходит граница между теплым и холодным сектором. Да, мы видим, что через Беларусь, запад Украины проходит. И, кстати, вот еще наблюдение, что вот этот Каспийский циклон так и не отсоединяется. Видно, что он так и стоит между Каспийским и Аральскими морями. И портит погоду во всем Казахстане, в Средней Азии. Также непогода в Южной Сибири. Мы видим вот здесь сюда. Мы видим в Восточной Якутии. И Магадан тоже накрыла вот такая вот непогода. Япония. Сюда из Китая к ним подарочек пришел. Да, ну и в Индии. Здесь Индокитай тоже довольно-таки мощные грозы. В настоящий момент наблюдается. Давайте глянем, где сейчас грозы. Это, кстати, вот Саудовская Аравия. Обратите внимание, ничего, все они нахимичили у них в мае грозы. Теперь это вот Пакистан, Индия. Особенно Восточная Индия. Смотрите, какие мощные. Это Индокитай, Юг Китая, Центр Китая, Средняя Азия и Казахстан. Вот это вот основные сейчас грозовые центры. Давайте включим радар погоды. Ну, Турция, мы видим, сейчас сверкает. Ну, вот из Саудовской Аравии пока ничего не поступает. Мы видим, что основные процессы происходят в Турции, Марокко. Мы видим, да. Ну, хотя, наверное, мы увидим из Саудовской Аравии там какие-нибудь опять градовые штормы. Что они там обычно показывают. Вот такой мощный перепад по этой линии. Видно, да, температура просто колоссальная. То есть, прохлада, опять очередное холодное утро. Плюс 5 сегодня было в Европе. Вот Ложбинка, да, видно, что в Минске даже дневные температуры. Плюс 9, Львов плюс 12. Такая Петрозаводск 11, Санкт-Петербург 12. Архангельск прямо на границе плюс 16 градусов. А в Мурманске там было хорошо. Там какие-то чуть ли не рекорды ставились. И теперь повторялись, точнее, 60-х годов. Вот там раз и сразу плюс 3. То есть, там, судя по всему, еще со снежком. Но жаришка сохраняется. Смотрите, как жарко у нас. Молдова, Украина 24 градуса. Москва такая же температура. Поволжье тоже самое. И поднимается все это высоко сюда на север, на Ренмару, где плюс 19. Воркута плюс 9. Вот так вот. Там даже кое-где пожарную тревогу. Там режим какой-то там ввели. Переходит это все на северный Урал. В западную Сибирь. Здесь тоже за 20 градусов. Но на южном Урале даже прохладнее. Екатеринбург 17, Челябинск 14. И связано это вот с хвостом этого циклона. Да, в самом хвосте очень холодно. Астана плюс 9. Астана плюс 9 градусов. Ничего себе. В Астане так же, как в Иркуте. И на 10 градусов холоднее, чем в Нарьенмаре. Ну как вам такое? Ну вот в Средней Азии здесь вынос жары идет только чуть-чуть с восточного Туркменистана. И Дейтурни доходит до 30 градусов. Душамбе плюс 23. Ташкент 24. Бишкек 18 градусов. Алматы всего плюс 14 градусов. Ну надо же. Немножко вот здесь с Китая, с Акламакана заходит тепло. Ну, да, самый восток Казахстана немножко дает Алтаю. Но с другой стороны от Алтая очень и очень холодно. Ну давайте почитаем комментарии. Так, вот Андреева Елена. Очень интересный комментарий пишет. Алик, здравствуйте. Уже на протяжении 4 месяцев смотрю ваш канал и очень благодарна вам за вашу работу. Спасибо большое за ваш отзыв. Начала смотреть после землетрясения в Турции, так как проживаю в Алане. Только у вас на канале нашла правдивую и обоснованную информацию. Очень благодарю вас. Собираюсь на следующей неделе лететь в Будапешт и не могу понять, какие вещи брать. У нас на Анталийском побережье лето, днем по 30 градусов тепла, уже сезон. Смотрю ваши прогнозы и понимаю, что это только у нас в шортах и легких платьях ходит. Сориентируйте, пожалуйста, какие температуры будут в Будапеште и Закарпатье на протяжении следующих двух недель. Еще раз спасибо вам за ваш труд. Никаких проблем. То есть, вот это вот как раз холодный период должен уже к вашему приезду закончиться. И будет где-то в районе 20-25 градусов. То есть, такая прекрасная весенняя погода. Так что, можно порадоваться. Да, то есть, и таких вот перепадов, судя по всему, уже не будет. Ну, вот что пишут, что сейчас температура растет. Вот на западе РФ и 25 даже доходится Сыктывкаре. Но начинается потихонечку смещение, да, и потихонечку погода будет меняться. Давайте почитаем, что дальше пишут. Великие луки. Вот доктор Дик пишет. Небо затянуто синими тучами, а дождя нет. Ну, потому что это вот такая ложбина. Получается, сегодня у вас плюс 12. То есть, такая холодовая ложбинка. БЛСЛВТМ пишет. В Казани 17 мая днем 25, облачно, ночью плюс 13 градусов. Ну, вы сейчас, да, в таком теплом секторе. У вас все должно быть хорошо и прекрасно. Тандерштормхантер Инхайков Инриджин пишет. Привет, Алекс. У нас плюс 25 сегодня. На следующей неделе реально ожидаются гроза. Причем сильные в 20-х числах мая. Ну, вот такой вот у вас будет интересный сезон гроз. Вы уже 5 гроз сняли. Так что у вас впереди еще много чего интересного ожидается. Сургут. Сегодня плюс 12. Вчера Женя 86 писал. Спасибо у нас в городе Сургут. Утром было 0. Сейчас плюс 4. Но вот сегодня к вам опять пришло потепление. Алексей Черныш пишет. В Ярославской области вчера прогрелись до плюс 25 градусов. Впереди много тепла и возможны грозы. Также изменения затрагивают и Сибирь. Вот Дмитрий Сиваев пишет. Сегодня была последняя майская холодная ночь в Новосибирске. И в следующие дни идет потепление. Ночью было минус 2 градуса. Ничего себе у вас прям настоящие морозы. После полудня обещают 12 градусов. Без осадков. Ну, мы видим, что Новосибирск плюс 13 градусов. Барново 15, Томск 12 градусов. Ну, вот прохлада основная идет сейчас. Вот Красноярский край идет на нас с севера. Хотя в Норильске уже потеплело. Уже здесь плюс 2, плюс 3 в Таруханске. Вот НС Любовь пишет. Центр Красноярского края. У нас снег. Всем добра и мира. Спасибо вам большое. Само Красноярский плюс 11. Братск плюс 5. Да, так это серьезно здесь чувствуется. Алексей Покровский пишет. Алекс, спасибо за развернутый комментарий на мой вопрос. Как всегда лайк. У нас сегодня в Иркутске теплый солнечный день. Ветер, правда, холодный. Не хочется холода от нас уходить. На завтра, послезавтра ждем мокрый снег и похолодание. Всем мира и хорошие погоды. Да, к сожалению, у вас сейчас такой центр холода. В Якутию тоже пытаются опуститься холод. Но вот юг республики держится. Алекминск плюс 12. Якутск плюс 12 градусов. То есть, примерно вот такие вот типичные весенние температуры. Так. Вот пропустил комментарий Дениса Валиева. Плюс 10. Дует холодный ветер сегодня. Это в Башкортостане. Это Башкортостан. Это вот здесь вот, где Уфа находится. Да, ветер здесь задувает, сообщает. А в Оренбургской области грозы и сильные дожди. Причем в одних и тех же местах. Правильно. Вот в Оренбургской области там гораздо все серьезнее. Связано с тем, что здесь циклон находится вот так вот в необычном месте. И он необычно долго как бы персистирует в одном и том же месте. Давайте посмотрим теперь, что у нас в Магадане. Магадан плюс 2. Охотск плюс 2 градуса. Ну, везде плюс 2. А вот на Колыме гораздо теплее. Смотрите. 14-10 градусов. 12 градусов. Вот такие температуры. В Анадаре тоже потеплело. 0 градусов. На Камчатке плюс 4. Переходничку весна. И туда приходит. Это потепляло в Японии. Но вот новая циклоническая система идет с нагоном сначала жары перед ней. А затем вот здесь вот холодок, который сейчас опять накрывает, смотрите, северную, южную Корею. Там в Северной Корее плюс 15 всего. Вот тепло на северо-востоке Китая. Кстати, сюда тепло приходит и частично вот в западной части с ветром заносит. На юге периодически дождики, поэтому, но около 30 градусов. В принципе, между 25 и 30 градусов относительно тепло. Мы видели грозы здесь, да, в Индокитае. Начинается сезон гроз вот здесь в Индии. Там альпинисты зашевелились там со своими подъемами, потому что остались считанные дни до начала сезона муссонов. Но как-то в этом году их не особо прожарило Индию, Непал. Так, зато вот хорошо охлаждает Канбера, смотрите, уже плюс 6 градусов охладилось. И ветер дует отсюда с юга, то есть сгоняет тепло все на север. И Новой Зеландия тоже вошла в цикл потихонечку. Здесь какой-то циклон к ним пришел. И уже видно, что недалеко до того момента, когда Новой Зеландия уйдет из теплых океанических, точнее теплые океанические течения. Не буду доходить. Так, север Аляски минус 3, в центральной части плюс 5, неплохо. Анкоридж плюс 3, довольно-таки тепло сейчас в Канаде. Практически вовсе, за исключением Крайнего Севера. И вот здесь, на Востоке, здесь, конечно, опускается даже в Соединенные Штаты. Мы видим, даже в Нью-Йорке всего плюс 7 градусов, в Детройте так вообще плюс 2. Там чуть ли не с одеялом надо выходить на террасу. Да, наверное, вообще выходить не хочется. Юг, Запад. Вот здесь единственное место в США. Здесь, где нормально сейчас прожаривает. Где температура 25-28 градусов. Это Невада, Аризона. В Техасе все очень такое скромно. Да, вот пропустил важный комментарий от Ольги Шаламова. Мама сегодня рассказывала, что Ленск, это город в Якутии, который пережил более 20 лет назад два ужасных наводнения. Опять был под угрозой. Все продукты смелись с полок. Народ готовился. Мамины подруги, кто на первых этажах живет, ей писали, что всю технику уносили к соседям выше. Что можно было поднимались в ночь с 15 на 16 мая. Весь город не спал. Ждали, что опять рванет. Но, слава богу, начался ледоход. Но ледины подошли к самому берегу. Вот такие вот интересные события в Якутии происходят. И теперь Техас, Сан-Антонио. В среду солнечная жарка, 31 градус. И стоит оповещение о плохом качестве воздуха. Ну, вроде ветров-то сильных нет. Мы сейчас не видим такого. Давайте посмотрим качество воздуха. Да, но вместе с тем пыль поднимается. Мы видим, что на Великих равнинах пыль поднимается. А на севере, здесь в Канаде, серьезные такие пожары. Причем в трех провинциях. Да, сначала было в двух, а сейчас еще и Соскочеван. Туда даже в четырех. Вот еще и на севере. Но видите, как разрастается. А Урал, Западная Сибирь, пока что ситуация вроде бы как стабилизировалась. Но кое-где вот есть все-таки очаги. И здесь в Восточной Сибири тоже, на юго-западе Якутии, здесь торфянники, судя по всему, пыхтят. Так что ситуация вот такая вот. Остается довольно-таки напряженной. По осадкам, ну вот есть циклончик здесь в центре Канады, на Великих равнинах. Очень аккуратный хвост отсюда доходит до Восточных Штатов. Но не более того, и вот на юге Чили у нас вот здесь вот непогода. Так, больше никаких проблем не видно. Видно, насколько холодно в Южной Америке. Смотрите, как холодает Бразилия. Уже и столица теперь плюс 15 всего утром. А в Сан-Паулу так плюс 11. Вообще как-то очень зябко для таких широт. Санта-Роса здесь плюс 9 в Аргентине. Ну а на юге здесь потихонечку уже подбирается холодок. Вот, и в Андах тоже довольно-таки прохладно. Давайте глянем в Южную Америку. В Южной Америке, кстати, тоже выдуло все тепло. А к северу видно, что оно и не возвращается. То есть такая полноценная у них осень в этом году. Ну вот, что странно, это северо-запад Африки. Смотрите, опять как здесь прохладно, задувает. Конечно, им-то хорошо. Такой свежий ветерок, прохлада такая. 15-20 градусов температура для таких широт. Это, конечно, подарок просто. Но все-таки, я так сказать, склем... Так, нет, давайте посмотрим непосредственно, где у нас будут дожди. Что будет с циклонами. Сегодня ночью происходить... Вот этот хвостик немножко сдвинется сюда, к востоку. Он будет по ИРФ проходить. В Казахстане непогода, да, за Байкале вот сюда вот эти циклоны продвинутся. По югу Японии будет задевать. Но основной вот комплекс этой медузы остается в океане. Ну и видим в Охотском море тоже непогода. Грозы, кстати, вот в горах скалистых. И по великим равнинам США. Так что локально... Ну и на юго-востоке, кстати. Так что локально, возможно, какие-то происшествия и в США. Да, вот особенно завтра, получается, это где-то в районе Оклахомы, как раз Канзаса. Там какая-то будет ячейка довольно-таки мощная. Завтрашний день будет непогода среди земноморья практически во всем. Вот так вот интересно, да. Кстати, вот здесь грозы и на востоке Турции. Будет в Средней Азии непогода и около границы Монголии у Охотского моря. Смотрим по температурам, что будет интересно. Вот эта ложбина сместится вот сюда от Ямала, пойдет до границы с Белоруссией практически вот так вот проходить. Ну, кстати, большую часть Украины это не затронет. То есть Украина задевает вот здесь вот около Карпат немножко и чуть-чуть вот на самом севере. Европа потихонечку начинает прогреваться, видно, с завтрашнего дня. То есть, как бы вот эта вот система сдвинулась и освободилась, наконец-то, Европа от этого, то есть, бросилась с себя. Зато вот Казахстан, Южный Урал, здесь видно, да, здесь все еще прохлада оказывает влияние. На около Причерноморья и Каспии, в общем-то, немножко все хорошо. В лето возвращается Туркменистан, тут же загревается Узбекистан завтра. Ну, и потихонечку тепло вот доходит до Сибири. Но в Восточной Сибири вот за этим циклоном здесь еще прохладно. Циклон находится в Монголии сам. Ну, и прохладно в Восточной Якутии. Давайте сейчас посмотрим, что там в Штатах происходить будет завтра. Ну, в Штатах, точнее, в Северной Америке довольно-таки жаркий день, за исключением вот окрестностей Гузонного залива, Востока Канады и Великих озер. Вот эти зоны довольно-таки прохладные, ну, и крайний север. Смотрим теперь, это будет 23 мая, что здесь будет интересного. Здесь, кстати, опять прохлада возвращается в Западную Европу. Видим, опять северный ветер задувает, то есть это потепление, судя по всему, будет недолгим. А в Восточную Европу, наоборот, опять приходит жара, причем такое ощущение, что она совсем чуть-чуть поддерживается со стороны Средней Азии. То есть она как бы естественно доморощенная, вот можно сказать. Опять ложбинка вот здесь по западу УРФ. И хорошие погоды стоят Прибалтика, Центральная Европа, Украина. В общем-то, все вполне так прилично. В Сибири тоже умеренная такая хорошая весенняя погода, которая захватит Ягутию и дойдет до Чукотки. Так, давайте теперь посмотрим, что будет в Америке. Ну, примерно то же самое, жара дойдет до юга Канады. Здесь какой-то циклон, вроде должен потушить немножко пожары. Но на севере мы видим здесь тоже жарко и тоже такая своя локальная система доморощенная. В Гренландии пока летом и не пахнет, пока мы видим там довольно-таки холодно. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелабжи. Отличного положения!